девчонки разогреваем пол литра молока в микроволновке минуточку чтобы она была слегка теплым и растворяем пол литре молока 50 грамм натуральных дрожжей для выпечки лучше чтобы это были натуральные дрожжи живые но если вдруг вы не нашли живые то 50 грамм это 11 грамм сухих дрожжей растворяем я уже добавила в молочко недостаточно тепленькая и хорошо понимает рожи растворяется сюда же я сейчас отправлю пол килограмма муки это у нас будет опара которая должна увеличиться в теплом месте вы должны и поставить она должна увеличиться примерно в два раза примерно за полчаса если у вас хорошие дрожжи вы будете ориентироваться примерно на это время вот такой вот девчонки средней густоты у нас получилось опара сейчас мы и отправляем примерно на полчасика в теплое место накрываем полотенчиком и ждем когда она увеличится вдвое девчонки пока наша опара готовится мы отделили 6 белков от 6 желтков и к 6 желткам отправили 300 грамм сахара сахаром можно поиграть поварировать если вы любите менее сладкие добавьте 250 если вы любите более сладкие 350 но учтите что сахар будет подсаживать булочки поэтому сильно не увлекайтесь сейчас мы это все взобьем густую пену отдельно белочки щепоткой соли и отдельно желудки желточки перетрем с сахаром посмотрите какой консистенции у нас получается пена видите пике стоят все будем перетирать желток желтки мы также взбили в достаточно густую и плотную массу такой гоголь-моголь называемый и сейчас мы все это будем смешивать с нашей опарой вот до таких вот размеров пышного мягкого теста у нас увеличилась опара сейчас сюда мы будем отправлять сначала желтки потом сливочное масло 200 грамм размягченная и потом уже белки все это постепенно отправляем растертые желтки с сахаром следом отправляем сливочное масло лучше это делать ручками для того чтобы его еще дополнительно размягчить тщательно перемешиваем все с маслицем максимально хорошо постарались все размешать и отправляем в нашу массу взбитые белки белочки отправляем аккуратненько видите какая у нас пенка вот такая вот масса у нас получилось после добавления белков мы постепенно сейчас сюда отправляем по рецепту муку в идеале и и просеять девочки вот такой вот эластичное тесто у нас должно получаться мы его перекладываем большую форму для того чтобы она еще подошло и оставляем это тесто у нас подходить где-то оно должно увеличиться вдвое потом мы отправим туда изюм наше тесто увеличилось примерно в два два с половиной раза в объемах сейчас мы к нему отправим изюм изюм у меня был предварительно промыт и просушен на полотенчике в течение примерно часа и я уже подготовила формы для выпечки формы я смазала маслицем только на донышке буду сейчас перекладывать после того как виду изюм уже сразу формочки и давать подойти опять же тесту готовленные формы отделяем кусочек теста учитываем кусочек теста должен быть небольшой учитываем что оно еще будет подходить и отправляем мисочку распределили тесто по формам уже смешанным изюмом накрываем все полотенчиком опять же ставим в теплое место и даем тесто увеличится в два раза в размерах пока у нас тесто подходит нам нужно разогреть духовку до 100 градусов и ставить естественно булочки уже в разогретую духовку минуточек действие выпекаете на в разогретой духовке на 100 градусов и потом увеличиваете до 180 200 градусов все время запекания булочек выходит это 20-25 минут так девочки наши булочки увеличились в размере в два раза и мы отправляем их сейчас духовочку разогретую до 100 градусов на 10 минут потом увеличиваем до 180 градусов и выпекаем еще минуточек 15 у меня формочки небольшие если у вас крупные формы выпекайте чуть дольше прошло полчаса булочки у нас остыли немного в духовке я их достала сейчас извлеку из форм ну такие у нас получаются минуточек 15 улочки ну и Субтитры сделал DimaTorzok